20 дней пролетело, а значит пришла пора встречать новых жителей нашего хозяйства. Из инкубатора стало доноситься тихое щебетание, а заглянув туда мы обнаруживаем, что яйца проклюнулись и оттуда выглядывают маленькие клювики цыплят. Как оказалось, мы подоспели вовремя и застали как раз момент рождения цыпленка, точнее вылупления, ну или выходы из яйца, кому как удобнее. Весь процесс занял примерно 5 минут, на видео мы его ускорим, чтобы запечатлеть самое важное, это очень интересно, особенно для тех, кто видит это впервые. Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, один за другим цыплята стали появляться на свет. Маленькие, мокрые, еще совсем слабые. Таких цыплят рано нести в сарай, поэтому их определяем в маленький домашний брудер. Для того, чтобы они обсохли, встали на ноги, научились кушать комбикорм и пить воду. Поначалу они конечно же спят, прижавшись друг к другу, прямо под лампочкой. В этот период самое основное, что им надо, это тепло и сухость. Однако бройлер это не простой цыпленок. Он по сравнению с несушкой более такой крепкий или коренастый. Поэтому долго дома их держать не будем, начнем переселение в большой брудер, где цыплята будут жить до трех недель. Аккуратно по одному складываем их в коробки. Обязательно с крышкой. Идти надо по улице, а там зимой, как неудивительно, минусовая температура. Ну, ребята, с новосельем. Здесь заметно просторнее, и есть где побегать и даже попрыгать. Ставим одну кормушку бункерного типа и одну вакуумную поилку. На первых этапах этого более чем достаточно. В будущем, конечно, нам предстоит установить сюда мипельные поилки, а также бак с большим объемом воды. А пока остановимся на этом и будем вести наблюдение за малышами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok